В студии Тимофей Голев. Здравствуйте. На депутатском контроле тема сегодняшней программы «Чем заняты народные избранники? Как в регионе обеспечивают права и интересы граждан? С какими вопросами люди идут к народным избранникам и что дается решить?» У нас Гульмира Нурханова, депутат Паударского областного Маслихата. Вам добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Тимофей. Здравствуйте. Рад приветствовать вас. Гульмира Габдулхамидовна, скажите, вы депутат с 10-летним стажем. Это на самом деле большой, я считаю, и опыт, и большой срок службы. Ведете ли вы подсчет, сколько встреч? Они ведь у вас по плану расписаны с избирателями, выездные какие-то. Есть ли у вас какой-то определенный такой вот календарик, где вы пишете, вот я сегодня, допустим, съездил туда-туда-туда? Ну, Тимофей, спасибо за вопрос. Я хочу сказать, что да, вот мой многолетний опыт, наверное, дает о себе знать, и встречи у нас могут проходить даже просто вот могу, поднимаясь к вам в студию, поэтому мне человек может задать вопрос, и он не останется без внимания. Конечно же, мы ведем небольшой мониторинг своих встреч. Все это вы прекрасно можете увидеть на нашей страничке, потому что сейчас соцсети развиты. И, пожалуйста, у меня есть страничка в Инстаграм Нурханова Гульмира Габдулхамидовна, Нурмира ПВЛ. Есть в Фейсбуке страничка, есть в Твиттере, в Телеграм-канал есть. Поэтому, мне кажется, если тот, кто хочет обратиться, он в любое время может набрать, и выйдут все мои странички и задать вопрос. Как это часто? То есть, без проблем, да, сегодня соцсети развиты. И как часто ваши избиратели, да и, в принципе, жители региона обращаются к вам именно, пока давайте коснемся социальных сетей? Да, очень часто, особенно молодежь, но иногда даже встречается, что и люди такого пенсионного возраста тоже задают вопросы. Каждый болеет за свой, наверное, регион, за место, где он живет. Вот, хотелось бы, наверное, поблагодарить наших всех избирателей за то, что они болеют душой. И вот, если они видят, ну, они неравнодушно относятся к тому, что происходит вокруг них. И поэтому обращают они внимание и заостряют наше внимание. Там очень много таких вопросов. Очень часто обращаются многодетные мамочки, потому что они тоже пользуются соцсетями, у них есть группы. И они, конечно, знают, друг другу передают. Поэтому я думаю, что это такой очень хороший инструмент для плодотворной работы и для связи нас, депутатов, с населением. Это здорово. Вы говорите, да, пенсионеры, но я не думаю, что прям настолько повально. Да, все равно больше они, ну, может быть, смотрят телевизор, газеты, либо же им проще прийти на прием куда-то. Так вот, если они захотят к вам прийти на прием, как, куда можно обратиться, а может быть, и позвонить вам просто или написать? Так как мы избраны от партии «Аманат» и являемся членами депутатской фракции партии «Аманат» в Павлодарском областном маслехате, то, конечно, есть у нас областной филиал партии. Расположен он в городе Павлодар, Кривенко, 25А. И в областном филиале есть общественная приемная. Туда тоже не иссякает поток, очень много обращений. Человек может прийти, оставить свое обращение. Также у нас есть график, по которому мы принимаем. И есть график у нас в маслехате в областном, выездные приемные. И вот сейчас у нас в рамках перезагрузки партии, трансформации работы, партийной именно, сейчас организованы мобильные общественные приемные с выездом в отдаленные даже округа. В настоящее время мы, так как являемся, прошли по партийному списку, то у нас круг, в общем-то, очень огромен. И мы вся Павлодарская область... Это ваше. Да, это наше. Поэтому вот мобильные приемные, они, знаете, помогают, наверное, дойти до каждого. Потому что, вы знаете, у нас есть и 350, и 400 километров от областного центра, и 250 километров. И вот мобильные приемные, мы, конечно, уже едем несколько депутатов, потому что каждый свой вопрос компетентен. Ну, по компетенции потом разбираем наши вопросы, и, конечно, потом доносим до каждого. Все записываем, оставляем, обязательно обратная связь у нас есть, мы обязательно отвечаем. Отвечаем, да. Ну, то есть это депутатский... Вы вернулись, допустим, из села такого-то, такого-то, такого-то района, отправили депутатский вопрос по той или иной проблеме, пришел ответ, и вы уже перед избирателем отчитываетесь, когда эта проблема будет решаться. Я правильно понимаю? Мы вот решили вопрос. Бывают вопросы, которые мы решаем уже даже в ходе приема. Часто такое бывает. Звонками. Да, звонками. Поэтому человек уже уходит, решив свою проблему. Это, наверное, самый лучший вариант. Это самый лучший вариант. Так вот, с чем в отдаленных селах-то сегодня? Что беспокоит людей? С чем обращаются? Ну, ни для кого, наверное, не секрет. Это связь, дороги. Но, конечно, бюджетные средства вкладываются по программе Аул-Ель-Бесыга. Очень много сделано, да. Есть опорные села, где тоже все вопросы, вот благодаря программе, которые и бюджетным средствам, выделенным из республики, это проблемы дорог, связи, водообеспечения. Но есть, конечно, такие округа, которые еще недостаточно обеспечены этим. И где-то не хватает проектно-сметной документации. Надо решать вопрос, выделять средства на разработку проектно-сметной документации. Где-то уже проектно-сметная документация с заключением государственной экспертизы есть, но средства не выделены. Вот в этом заключается наша работа. Мы отправляем депутатские запросы в соответствующие профильные органы государственные. И вот происходит решение вот этих вопросов. Я, наверное, как со стажем могу сказать о том, что в 2019 году мы решили вопрос по... В 2016 году в районе Теренколь у нас была реконструкция водопровода и водопроводных сооружений. На сумму 1 миллиард 200 тысяч проведена и увеличен объем подаваемой воды. Ну, это само собой, что увеличивается количество потребителей воды. Правильно? И этот вопрос нам помогли решить можелесмены. Потому что деньги это республиканские и неоднократные наши обращения. Вот тоже благодаря, наверное, сегодняшней студии хочу сказать еще раз спасибо. Сейчас у нас вот мы недавно, только в феврале, выезжали все депутаты областного Маслехата по области. И у нас возник вопрос по селу Песчаная. Тоже нужны необходимые средства. Проектно-сметная документация есть, разработана уже. Но средства не были заложены. Это тоже вода? Тоже вода. Там тоже реконструкция водопровода и водопроводных сооружений. Водопровод уже есть, но его нужно реконструировать. Потому что, само собой, жизнь вперед идет. И поэтому увеличивается количество проживающих, количество потребляемой воды. Для этого улучшается очистка сейчас современная. Поэтому заложены были средства на разработку проектно-сметной документации из районного бюджета. Сейчас она разработана. И мы работаем в настоящее время. Вот наш весь аппарат Маслехата, мы работаем над тем, чтобы эти средства были выделены уже в следующем году для того, чтобы проводить, делать реконструкцию в селе Песчаная и в селе Ивановка у нас тоже. Но если следующий год взять, это достаточно оперативная работа. Мы же понимаем с вами, что проектно-сметная документация, экспертиза, это все иногда годами делается. В течение года вы все-таки планируете обеспечить? Ну, я обещать не буду. Но план ставите минимальный. Да, ну, наша задача заложить, потому что бюджет уже до 2023 года республиканский уже принят. И уже это, когда будет вноситься изменение, только тогда мы можем внести. И, конечно, от исполнительной власти тоже многое зависит. И от нас, вот, представительной власти. И вот мажоресмены будут, мы надеемся, что они помогут решить нам эти вопросы. Ну, и надеюсь, потому что достаточно сильный от Павлодарской области костяк собрался в мажоресе, поэтому они на контроле. И я вижу, что сюда в регион приезжают, и так же, как и вы, посещают и отдаленные села. Ну, будем полагать и думать о том, что этот вопрос решится действительно и оперативно в следующем году. А вот, ну, понятное дело, водопроводы, связь, вы говорите. А вот такие вот вопросы частного, скажем, характера. Обращаются ли персонально к вам? Вот пришли, говорят, вот у меня нет там того-то, того-то, помогите. И что вы можете сделать? Ну, наверное, это наиболее часто встречающиеся вопросы. Наверное, мои коллеги тоже всегда сталкиваются. Оказание помощи материальной – это вот, ну, самый-самый вопрос, который постоянно он у нас на контроле, и постоянно мы оказываем помощь своим избирателям. Много обращается многодетных мамочек, инвалидов, много, ну, таких социально уязвимых слоев, которые действительно, которым нужна помощь. И для этого вот у нас есть общественная приемная партия «Амманат», которая часто к ним постоянно обращается, и мы эти приемы потом берем. Вот те, что мы можем сами оказать помощь, мы, конечно, оказываем. Кому-то, может быть, там продуктовую корзину нужно, кому-то помочь в обучении детей. Но такой вот я, наверное, хочу отметить в этом созыве. У нас вопрос такой, и мои коллеги поддержали меня. Спасибо тоже, пользуясь сегодняшней трибуной. Хочу выразить им огромную благодарность. К нам вот обратился инвалид первой группы, Альжанов Берек. Он спортсмен, тренер. И ему необходимо было оказать помощь в обеспечении протезами. Протезы, которые по госзаказу идут, они немножко отличаются от тех, которые ему нужны как тренеру, как человеку, занимающемуся, ведущему активный образ жизни. И мы, вот он обратился на прием к Акиму области, и вот уже мы, депутаты, члены депутатской фракции, коллеги мои, мы вместе организовались и оказали ему помощь в том, что более двух миллионов тенге было направлено на приобретение этих изготовлений и приобретение этих протезов. Они уже готовы? Нет, протезы были изготовлены в ТО «Артопрод». Вы знаете, тоже есть у нас такая фирма, которая именно работает с инвалидами. Она одна из единственных у нас в Казахстане. Есть в Алма-Ате. И наши, мы, наверное, должны говорить спасибо этой фирме, потому что они у нас есть, они работают, и они оказывают помощь именно для тех, у кого вот конечности, проблемы с костными суставами. Вот такая фирма у нас есть, они ортопедическую обувь делают. И спасибо им в лице у нас руководителя этой организации. Там работники работают, которые болеют душой. И они профессионалы, ну и единичные, можно так сказать. И вот этому мужчине, этому тренеру помогли, да? То есть депутаты, если проще говоря, вы так завуалировали. Вот спасибо депутатам, помогли. То есть условно говоря или прямо говоря, вы скинулись, собрали эту сумму. И вот в этой фирме, которому спасибо руководителю, заказали, собственно говоря, эти протезы. Я это правильно понимаю? Ну да. Но это и счастье велико этому человеку. И когда есть результат, это же здорово. Своим примером, как часто приходится депутатам показывать. Вот я всегда за, к примеру, субботники, да? Но если мы будем сидеть сложа руки, вот сейчас сам это месячник идет чистоты, ну и будем мы с вами выглядывать за окна, мы будем что с вами видеть? Листья, мусор и все прочее. Массово, прошлые выходные, ну прям вот глаз радовался, да? Кажется, весь город вышел. Вы вот такие социальные проекты сами, как поддерживать? Или говорите, прекратите, я целую неделю работала, дайте мне субботу и воскресенье. Активно? Да, мы, опять же, я, наверное, за весь наш депутатский корпус могу сказать о том, что мы приняли активное участие в акции «Таза лайф», потому что мы, наверное, для того, чтобы все было прекрасно, мы должны, наверное, в первую очередь, чтобы было прекрасно вокруг тебя, да? Вокруг себя. И, конечно, мы в стороне не остались и в прошлом году, и наш депутатский корпус активно принял участие. Мы высадили аллею депутатов, еле высаживали вот на берегу Иртыша. Ну, за нами, за каждым депутатом закреплен какой-то участок, и мы обязательно объезжаем, смотрим. Если где-то работы не проведены, мы тоже, как бы, ставим на карандаш и призываем жителей вот этого дома, чтобы вместе с нами, конечно, мы тоже можем принять участие. То есть, своим примером, то есть, я хочу от вас услышать, показываем, грабли берете в руки, лопату берете? Ну, конечно. Тоже, вот. То есть, с собственным примером выходят люди? Как вот сейчас вот можете оценить, насколько люди все это думают? А вот мы же налоги платим, вот пусть там кто-то за нас это делает. Нет, я думаю, что гражданская позиция и патриотизм, наверное, есть в наших повладарцах. Он вообще особо развит. Я считаю, что наш город самый чистый в области же вообще, ой, в республике. Один из чистых. Он очень красивый, он озеленен, да. У нас очень активно работают экологи наши. Поэтому хочу сказать, что наши повладарцы очень активные. Активные. Ставим пятерку. Все, ставим обязательно пятерку. Но депутаты, если у кого-то складывается ощущение, что это кабинетные люди, я вам честно скажу, вот с вами мы не первый год уже работаем, знакомы. Ездят они, на самом деле, и по районам, и выслушивают пожелания, наказы, как сейчас тоже модно говорить, жители, и стараются решить наши с вами проблемы. Ну, конечно, есть такие масштабные, которые не решишь там по одному звонку или не найдешь даже выход из положения. Нужно время, на самом деле, для разработки каких-то проектных документов, эспертиз и прочее. Со школами как дела у нас в области обстоят? Ну, тоже со школами. Вот программа «Замануй и Миктеп», которую вы знаете, и ремонты проходят по этой программе. Конечно, если, в общем, взять, программа очень хорошая, и отрадно, наверное, то, что в сельской местности, если будут такие школы, вот как по программе «Замануй и Миктеп», то только благодать. Мы даже вот выезжали в Железинский район в прошлом году, в сентябре, и вот была тоже там школа новая, она немножко отдаленно находится от самого округа. И хочу сказать, что очень красиво, очень, ну, даже где-то руководитель, директор школы, своими где-то усилиями, сами сельчане стараются, чтобы преобразить школу свою. Но по программе «У нас бюджетные средства заложены на капитальный ремонт», по программе «Ельбес и Ге», «Замануй и Миктеп», очень много ремонтов мы принимали, когда бюджет. И я уверена, что они дойдут и до каждого сельского округа в скором времени, и нашим детям будет очень приятно учиться в таких школах. Я желаю, чтобы они, знаете, в школу бежали быстрее, чем домой. Ну, комфортно, да, опять же, чтобы отток из того же села не уходил. Ведь об этом мы говорим, да, сегодня. Условно говоря, за лучшей жизнью в город, да. А город тоже не резиновый. Мы создаем сегодня условия на селе. Мы прекрасно с вами видим, что футбольные, спортивные площадки, конечно же, не везде, но в части уже сельских округов, даже небольших сел, они не хуже, чем здесь, в городе Павлодаре. То есть мы говорим, о чем селу внимание сегодня уделяют. Но, тем не менее, очень красиво мы с вами беседуем. Проблем-то их хватает. Самые основные сегодня, какие на вашем контроле? Что у вас? Ну, у нас есть партийные проекты, такие как «Ардагерлерда», «Дактайак», «Бактот», «Баса», «Кидиргысыс», «Килищек». И вот в рамках этих партийных проектов мы проводим очень много мероприятий и встреч с населением, и поднимаются вопросы, которые, может, где-то, как вы сказали, и личного характера где-то есть, но есть более расширенные вопросы, которые касаются водопровода, дороги, дорог, потом наших телекоммуникаций, связей. Поэтому вопросов много. Я думаю, что вот наш депутатский корпус слаженно в этом смысле работает, и фракция партии, Аманат в Паладарском областном маслехате тоже работает сплоченно. Ну, основные вот вопросы, вот наша комиссия, например, она... Соблюдение... Что у вас там? Соблюдение законности интересов граждан, насколько я понимаю. Что вы там... У нас вот выезды по дорогам, как зимой они убираются, это у нас ежемесячные выезды по зимнему содержанию дорог. Ну, и по летнему, конечно, содержанию дорог. Например, благодаря нашим выездам на трассе Майкап-Чигай-Омск на 331-м километре, ну, недостаточно было убрано снега, и благодаря нашему депутатскому запросу за некачественное содержание дорог АОК Казавтожол был оштрафован на 9 миллионов 100 тысяч тенге. Не справился Казавтожол? Да, конечно, они стараются исправляться, они уже знают, что будет контроль, что я просто даже как простой житель Павлодарской области проеду, и не только я, но и, наверное, мои коллеги, и мы увидим. И сейчас, опять же, соцсети работают, поэтому любой житель может направить, и мы как раз и обращаем внимание, что многие жители именно на такие вещи обращают внимание, присылают нам скриншоты или там видео, и мы сразу реагируем на это все. А, ну вот и пожалуйста, то есть не спрячешь, да? Нет, там было почищено, нет, вот вам пришла фотография, вы прекрасно это видите, но это тоже здорово. Вот мы все-таки с вами не сказали, как вам позвонить-то. Можно ли к вам дозвониться или написать, если вот человек сегодня сейчас заинтересуется и захочет с вами связаться? Конечно, мой сотовый телефон 8701-982-0829. Пожалуйста, любой может обратиться. Это WhatsApp, он же Instagram, Facebook, Twitter. Все у меня есть, и я думаю, сегодня мы в эфире вы покажете. Да, вы только что увидели, мы уже показали ваш номер телефона и все ваши социальные сети. Пожалуйста, запомните, если вдруг возникнут вопросы, можете или не успели записать, программа в повторе выходит, завтра обязательно посмотрите, и приготовьте ручки. Вот такая вот беседа у нас состоялась. И я теперь понимаю, ваша комиссия, она на самом деле занята, ну не просто вот слово ради слова, соблюдение законности, интересов граждан, то есть те же дороги, это условия, которые создаются людям. И помимо этого? Ну, помимо этого, это материально-техническое оснащение местной полицейской службы. Мы тоже выезжаем в пункт, вот эти вот сейчас у нас пункты полиции, да, вы видели, современные, да, они очень такие мобильные, можно так сказать, да, и уже человек, который находится рядом, или преступник, который, он уже не будет находиться рядом с этим пунктом полиции, поэтому, наверное, один из вот вариантов побольше таких вот пунктов полиции в черте города Павлодара, да, ну вот мы как бы защищаем средства, которые необходимы для того, чтобы построить вот такие пункты, ремонты капитальных пунктов полиции, затем у нас, например, вот, создаются рабочие группы для того, чтобы для выезда по контролю за ходом дорожной карты предвыборной программы партии Аманат путь к успеху, достойную жизнь каждому. На примере вот прошлого года скажу о том, что мы очень часто, ну, можно сказать, еженедельно выезжали в составе рабочей группы на такие объекты, как ДТКШ, вы знаете, школа, да, Мойлды, тоже школа, затем Сара-Аркада, строительство домов, и вы все время были с нами, видели, да, видели, какие мы претензии предъявляли подрядчику, да, и поэтому в этом году такая же работа, она будет продолжена, мы без внимания ни один объект не оставим, конечно. Да, а сезон строительный только начинается, я хочу уже в заключении сказать о том, что ждите депутатов, они вас, уважаемые подрядчики, не должны предупреждать, что они собрались, да, туда, собрали рабочую группу, приехали, и специалистов там хватает, и возрастей строительства в вашем созыве, и возрастей образования, да, и экономистов вас там тоже хватает, поэтому все на контроле, я уверен, спасибо огромное, что были сегодня вечером в нашей программе, успехов вам, ну, и пусть все, что намечено на этот год, уж сильно далеко заглядывать не будем, помаленьку-помаленьку уже решается. Доброй вам ночи, спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. На сегодня это все, с вами был Тимофей Голев, встретимся в следующий четверг на телеканале Ирбис, и спокойной вам ночи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова